Я обожаю мультик «Жизнь с Луи» и много раз его пересматривал. И вот недавно я посмотрел все серии мультика «Жизнь с Луи» на английском, и некоторые даже несколько раз, и мне теперь открылось то, о чем я и не знал в мультике. И я наконец получил ответы на вопросы, которые создал местами кривой дубляж мультика «Жизнь с Луи». Во втором сезоне пятой серии под названием «Как преуспеть в Вашингтоне», на шестой минуте директор школы Мисс Хеллоран спрашивает Луи. Что ты там видишь? А Луи отвечает «Золото». И Мисс Хеллоран соглашается «Да». Именно это я долгое время не мог понять, какого хрена Луи на детской площадке видит золото. А все оказалось дело в кривопопом переводе. Тому, кто переводил Луи, вместо «свомп» показалось слово «голд». Потому что в оригинале Луи говорит «А свомп?» «Райт». Луи видит болото на школьной площадке, а не золото. «Что ты видишь?» «А свомп?» «Райт». Во втором сезоне второй серии под названием «Лето моих разочарований» на 3.42 Карапета и Грюнвальда поселили вместе, в домике номер 6, а Луи в 13-й. Когда Луи узнает, что он в 13-м домике, то говорит, что его поселили в том же домике. Не понимаю, если из 6-ти отнять 7, это будет минус 1, а не 13. К 6-ти надо прибавить 7, чтобы получить 13, а не отнять. И это непонятка есть и в английской версии, и в русском дубляже. И я не понимаю, как можно получить цифру 13 из 6, если отнять 7. Если у вас есть идеи насчет этого, то пишите их в комментарии. Как получить 13, если из 6 отнять 7? В третьем сезоне пятой серии, которая называется «Практикантка», на 14-й минуте Энди пытается устроить новую учительницу на полную ставку и просит об этом директоршу. Но она говорит, что у школы нет денег, за что в русском дубляже ее называют «дрянью». Это Хэллоран такая, как бы выразился Шекспир, а вот «дрянь». Что-что? На самом деле в оригинале он говорит «дешевка», то есть «купердяйка», а уж никак не «дрянь», «дрянь» тут совершенно не к месту. В первом сезоне четвертой серии под названием «Рыбка по имени Перец» на четвертой минуте Луи хочет, чтобы ему купили собаку или кошку. Помните, почему на Луи нельзя кошку? В оригинальной версии мама Луи говорит, что они лижут масло, а потом мы его едим. И типа там микробы кошки с языка и шерсть, которая попадает в горло. Во втором сезоне, десятой серии, под названием «Гроссмейстер в маске», на 12.45, расплавив фигурки, хулиган говорит А в дубляже я вообще не могу расслышать, что говорит Олег Куликович. То ли гольф, но я не слышу на конце букву «Ф», то ли бог. В первом сезоне, в первом эпизоде, под названием «Папа уволили», именно этот эпизод считается первым, а не рождественский сюрприз для миссис Стилман, который является пилотным, Луи продает папе лимонад, и тот говорит А в оригинале он говорит Во втором сезоне, первой серии «Деньги жгут карман» на 8.30, после того, как Энди получает деньги от Луи, чтобы тот сгонял на кухню и принес Луи холодненького сока, Энди говорит «Комси-комса», это по-французски значит «не то, не сё», «так себе и так сяк». Наш аналог этой фразы «Ни рыба, ни мясо». В этой серии, кстати, про гольф, Жорже Стамополоса в оригинале озвучивал Джо Пантелиано, который вам, возможно, известен ролью Сайфера или Шифра в «Матрице», Тедди в фильме «Мементу» и Ральфа Сефаретто в сериале «Сопрано». В первом сезоне, седьмой серии, 4-й четверг ноября, на 11-й минуте кузен Питт дает 5 баксов Луи и просит, чтобы Луи сделал так, чтобы бабушка оставалась на кухне, так как он ей должен денег и не хочет отдавать их. А в русской версии этого не сказали. В первом сезоне, 10-м эпизоде, когда Сидор Нолл замерзает, на 13-й минуте папа Глен Глена говорит «Слайс зе чиз» или «кат зе чиз». Эта фраза означает «испортить воздух» или «пердануть». Именно в этом и заключается пошлость или язвительность в данном моменте отца Глен Глена и радость Глен Глена. Сам мэр нарезал этот сыр. Все это слышали. Давай, давай, папа, ляпни что-нибудь тедакое. В третьем сезоне, пятой серии, под названием «Практикантка», Луи влюбился в новую учительницу, и у него пошли слюни. Учительница спрашивает, как тебя зовут, а Луи не может ответить и только пускает слюни, глядя на нее. А Дженни говорит, что его зовут не Луи, а Друли. А Друл – это пускать слюни по-английски. Немного схоже по переводу, но в данном случае было бы логичнее перевести «Слюи». Но в дубляже просто не заморачивались и решили сказать «втюрился». Я мисс Робертсон, а ты терялся. На этом все. Если понравился уникальный контент, который никто не делал на ютюбе до меня и не сравнивал переводы жизни с Луи, то поддержите меня. Также есть ссылка на поддержку канала в описании к этому видео. Пока единственный, кто задонатил, это Южаков Иван, он же дядя Ваня. 100 рублей, спасибо большое. На HD камеру откложил. Присоединяйтесь, кому не жалко – донатьте, кому жалко – не донатьте. Всем спасибо, всем пока. Если у вас есть идеи насчет этого, то дайте мне знать об этом в комментариях. Как из 13 получить 6? Блин, ну все, неправильно. Это Хелоран, как бы это сказать? Пи***да ебаная. Это Хелоран, как бы выразился... Бля, это да. Это Хелоран, как бы выразился... Бля, леб, твою мать. Это Хелоран, как бы это сказать? А вот, блядь. Если понравилось это видео, то можешь глянуть еще парочку интересных с канала Ай Люблю Людей. Интересные видео есть как в описании этого ролика, так и отображены на твоем экране прямо сейчас. А если есть что сказать по теме, то напиши в комментарии, будет интересно почитать. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok